Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, как администратору системы Cundilic начать работу с Mictap Menu. Так как Mictap Menu работает на базе пользователей системы Cundilic, администратору Cundilic в первую очередь необходимо добавить поставщика питания в систему. Для этого администратору необходимо перейти на портал Cundilic.kz, в разделе «Моя школа» перейти во вкладку «Люди» и найти нужного сотрудника, которому нужно предоставить права заведующего столовой. Перейти в настройки профиля этого сотрудника и во вкладке «Личные данные» поставить галочку рядом со строкой «Заведующий столовой», затем нажать на «Сохранить». Если в системе не числится человек, которому нужно присвоить права заведующего, его нужно зарегистрировать как нового пользователя и также наделить правами заведующего столовой в личных данных сотрудника. Для активизации поставщика уже в Cundilic.kz необходимо на сайте Cundilic.kz во вкладке «Приложение» открыть сервис Cundilic.kz, либо перейти по прямой ссылке miktapmenu.kz, затем выбрать «Продолжить с Cundilic», открыть раздел «Поставщики», нажав на кнопку «Добавить поставщика». В правом верхнем углу нажать на кнопку «Добавить поставщика», указать реквизиты компании поставщика. Именно название, BIN или EIN, E-mail, телефон номер, адрес, номер договора, даты начала и окончания действия договора. Комментарии указываются только при необходимости. И нажать на кнопку «Сохранить». Чтобы отредактировать существующую карточку, необходимо открыть раздел «Поставщики» и выбрать карточку для редактирования. Нажать на кнопку «Редактировать» в нужной карточке. Внести нужные изменения. Нажать на кнопку «Сохранить». Внимание! Удаление карточки поставщика в мектеп-меню невозможно. Это связано с необходимостью хранения имеющейся информации на странице школы. Поэтому рекомендуется с большой ответственностью добавлять новые карточки поставщиков. Как только поставщик школьного питания примет условия оферты, администратору необходимо предоставить права заведующего столовой другим ответственным лицам. Для этого необходимо в разделе «Моя школа» перейти в список людей, найти себя, либо ответственного сотрудника за публикацию школьного питания. Далее во вкладке «Личные данные» поставить галочку рядом со строкой «Заведующий столовой». После получения прав заведующего столовой на сайте мектеп-меню администратору либо ответственному лицу за публикацию школьного питания нужно начать заполнение школьного меню. Для этого необходимо открыть мектеп-меню, выбрать временной промежуток, нажать на кнопку «Начать добавление блюд», внести информацию по каждой позиции в меню по отдельности, указывая секцию «Это платная, либо бесплатная, или бесплатная для первых-четвертых классов», название блюда, фото, состав, граммаж, стоимость и обязательно «Сохранить». Кнопка «Сохранить» закрывает окно создания текущего блюда со сохранением. Кнопка «Сохранить и добавить еще» открывает новое окно создания блюда со сохранением предыдущего. Для того, чтобы скопировать недельное меню, нужно нажать на кнопку «Скопировать неделю», выбрать неделю, откуда будете копировать меню, нажать на кнопку «Скопировать». А для копирования меню одного дня на другой нужно нажать на кнопку «Скопировать другой день», выбрать нужный день, откуда будете копировать меню, нажать на кнопку «Скопировать». Внимание! Добавлять нужно полное и подробное меню для всех классов и смен, чтобы все родители и учащиеся могли его увидеть и ознакомиться с ним. После того, как меню школы будет добавлено, его нужно опубликовать. После оно станет доступным для всех пользователей сервиса. Опубликовать меню можно двумя способами. Нажав на кнопку «Опубликовать», меню определенного дня и опубликовать только на один день. Нажав на кнопку «Опубликовать неделю», можно опубликовать сразу на выбранную неделю. Чтобы отредактировать или удалить опубликованное блюдо, нужно нажать на три точки в правом углу нужного блюда. После внесения корректировок, либо удаления, необходимо опубликовать меню повторно. Дополнительно под основным меню школы можно добавить информацию о товарах в буфете. После добавления товара в буфет информацию также нужно будет опубликовать. Опубликовать. Продолжение следует...